Атенолол оказывает антиангенальное, антигипертензивное и антиаритмическое действие. Показания. Препарат применяется для лечения артериальной гипертензии, профилактики нарушений стенокардии, за исключением стенокардии принцметала, нарушений сердечного ритма, синусовая тахикардия, профилактика наджелудочковой тахиаритмии, желудочковая экстрасистолия. Способ применения и дозы. Назначать внутрь, перед едой, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости. Артериальная гипертензия. Лечение начинает с 50 мг тенолола один раз в сутки. Для достижения стабильного гипотензивного эффекта требуется 1-2 недели приема. При недостаточной выраженности гипотензивного эффекта дозы повышают до 100 мг в один прием. Дальнейшее увеличение дозы не рекомендуется, так как оно не сопровождается усилением клинического эффекта. При ишемической болезни сердца, тахисистолических нарушениях сердечного ритма 50 мг один раз в сутки. Стенокардия. Начальная доза составляет 50 мг в сутки. Если в течение недели не достигается оптимальный терапевтический эффект, увеличивает дозу до 100 мг в сутки. Пациентам пожилого возраста и больным с нарушением выделительной функции почек, необходимо коррекция режима дозирования. Противопоказания. Кардиогенный шок. Атеровентрикулярная блокада 2-3 степени. Выраженная брадикардия. Синдром слабости синусового узла. Синаурекулярная блокада. Острая или хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации. Кардиомегалия без признаков сердечной недостаточности. Синокардия принцметала. Артериальная гипотензия. Случаи использования при инфаркте миокарда. Период лактации. Одновременный прием ингибидеров моноаминоксидазы. Возраст до 18 лет. Эффективность и безопасность препарата не установлены. Повышенная чувствительность к препарату. Особые указания. Контроль за больными, принимающими атенолол, должен включать наблюдение за частотой сердечных сокращений и артериальным давлением. В начале лечения ежедневно. Затем 1 раз в 3-4 месяца. За содержанием глюкозы в крови у больных с сахарным диабетом. 1 раз в 4-5 месяцев. У пожилых пациентов рекомендуется следить за функцией почек. 1 раз в 4-5 месяцев. У больных с ишемической болезнью сердца резкая отмена бета-адреноблокаторов может вызывать увеличение частоты или тяжести ангинальных приступов. Поэтому прекращение приема атенолола у больных с ишемической болезнью сердца необходимо проводить постепенно. Рекомендуется прекращать терапию при развитии депрессии, вызванной приемом бета-адреноблокаторов. В случае необходимости внутривенного введения верпамила, это следует делать через не менее 48 часов после приема атенолола. При применении атенолола возможно уменьшение продукции слезной жидкости, что имеет значение у пациентов, пользующихся контактными линзами. Лекарственное взаимодействие. При одновременном применении атенолола с инсулином гипогликемическими средствами для приема внутрь, их гипогликемизирующее действие усиливается. При совместном применении с антигипертензивными средствами разных групп или нитратов происходит усиление гипотензивного действия. Одновременное применение атенолола и верпамила может вызывать взаимное усиление кардиодепрессивного действия. Не рекомендуется одновременное применение с ингибидерами моноаминоксидазы вследствие значительного усиления гипотензивного действия. Перерыв в лечении между приемом ингибидеров моноаминоксидазы и атенолола должен составлять не менее 14 дней. Условия хранения и срок годности. Хранить сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 градусов. Хранить в местах, недоступных для детей. Срок годности 2 года.